Директор ФСБ увидел в трудовых мигрантах террористов. Правительство Таджикистана подписало соглашение с китайской компанией Криса Ресурс Лимитед и ООО Пакрут о разработке месторождения Пакрут, которое находится в пределах золотоносного пояса Тяньшаня и проходит через Таджикистан, Кыргызстан и Западный Китай. Китайской компании была выдана лицензия на разработку месторождения по добыче драгоценных камней и золота до 2030 года. Кроме того, соответствующий договор был подписан в Душанбе между представителями китайской компании и председателем Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Файзиддином Кахорзадой. Напомним, что на сегодня уже больше половины добываемого золота в Таджикистане приходится на иностранные компании. Следует также заметить, что ислам урегулировал такую сферу жизни человека, как экономическую систему. И закон шариата относительно полезных ископаемых гласит о том, что они являются общественной собственностью и принадлежат только народу. И даже законный правитель не имеет права распоряжаться ими по своему усмотрению. Данный закон опирается на следующее высказывание пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мусульмане являются совладельцами в трех вещах – в воде, пастбищах и огне – Абудауд. Кроме того, ислам запрещает господство иностранных инвесторов на землях мусульман. Так, например, в проекте Исламской Конституции, которую подготовило одно международное исламское движение, в главе экономическая система приводится. Статья 165. Запрещается использование иностранного капитала и его инвестирование в наших странах. Также запрещается предоставлять привилегии кому-либо из иностранцев. Директор ФСБ России Александр Бортников назвал трудовых мигрантов очагом терроризма. В ходе заседания Национального антитеррористического комитета Бортников заявил следующее. Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют, что основной костяк террористических групп составляет граждане стран СНГ, прибывших в Россию в потоках трудовой миграции. После прибытия в нашу страну указанные лица разворачивают активную вербовочную деятельность в мигрантской среде, рекрутируя исполнители терактов в российских регионах. Заявил руководитель спецслужбы. Таким образом, Бортников возложил всю вину за недавний теракт в Санкт-Петербурге на простых трудовых мигрантов. Российские аналитики считают, подобная политика российских властей связана с желанием пробудить в народе России чувство патриотизма ради сплочения вокруг нынешнего режима и перенаправить протестные настроения в российском обществе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова